Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня греша. Мы озвучиваем сейчас Евангелие от Марка по блаженному афеофилакту толкования с комментариями. Потому что люди говорят, легче слушать, смотреть, нежели читать. Считает Владимир Пашченко. Номер 9. Марка 11 глава с 19 по 23 стих. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. Испомнив, Петр говорит ему, равви, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла. Иисус, отвечая, говорит им, имейте веру Божию, ибо истинный, говорю вам, Если кто скажет, горей сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Толкование блаженного афеофилакта. Хотя Матфей и говорит, что смоковница тотчас иссохла, и что ученики, видя это, дивились, Впрочем, ты не смущайся, слыша теперь от Марка, что они увидели иссохшую смоковницу уже на другой день. Сказанное Матфеем должно понимать так, и тотчас засохла смоковница. Тут остановись, потом читай. И увидевши, ученики удивились. Когда увидели? Не тотчас, но на другой день. Кто так понимает, тот не встретит никакого недоумения. Заметь же, как Христос здесь является Богом. Из Икиль 17, 24. Но подивись, человеколюбие Божие в том, что и нам, уподобляющимся Богу через веру, дает чудодейственную силу, принадлежащую Ему самому по естеству. Так что мы можем и горы переставлять. Гора есть в духовном смысле гордый ум, высищееся и упорный. Посему, кто видит себя одолеваемой страстью гордости, тот, стараясь изгнать ее из себя, искать должен посещения и помощи Божией. Ибо тот горд, кто говорит, что все делает он сам, а не помощи Божией. Такой человек должен запретить горе сей, то есть гордости, и сказать ей, подвигнись и низвергнись в море, то есть в мирских людей, сущих в море жизни сей и неверных. Сам же он, да не сомневается, то есть да не отступает от Бога. Ибо гордо отступает от Бога, говоря, «Я ничем не обязан Богу и не нуждаюсь в его помощи». Марка 11, глава 24 по 25 стих. «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что, и имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». Толкование. Кто крепко верует, тот устремляет сердце свое к Богу. И скажу словами Давида, изливает душу свою перед Богом. А кто обратит душу свою к Богу, тот соединяется с Ним. И его сердце, будучи согреваемо благодатью, удостоверяется, что получит просимое. Кто испытал это, тот разумеет. Верующему все дает Бог, когда тот со слезами высказывает перед ним все желания в молитве и как бы за ноги владыки держатся. А хочешь ли и другим способом получить просимое? Прости брату своему, если он согрешил в чем-либо против тебя. Видишь, как легко получить дар Божий. Марка 11 глава, 26 по 33 стих. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешения ваших. Пришли опять в Иерусалим. И когда он ходил в храме, подошли к нему перед священники и книжники, и старейшины, и говорили ему, какой власти ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это? Иисус сказал им в ответ, «Спрошу я вас об одном. Отвечайте мне. Тогда и я скажу вам, какой властью это делаю. Крещение Янова с Небес было или от человеков? Отвечайте мне». Они рассуждали между собой. «Если скажем с Небес, то он скажет, почему же вы не поверили ему?» А сказать от человеков боялись народа, потому что все полагали, что Ян точно был пророк. И сказали в ответ Иисусу, «Не знаем». Тогда Иисус сказал им в ответ, «И я не скажу вам, какой властью я это делаю». Толкование. В ярости за то, что Христос изгнал из храма торговцев, они приходят к Нему с вопросом, какой властью Он это делает. Они как бы так говорили Ему, с поношением, «Кто ты такой, что это делаешь? Разве ты поставленным учителем? Разве в архиерея рукоположен?» Говорили же это, стараясь привести его в затруднение, чтобы уловить его. Если бы Он сказал, «Я творю это моей властью», то они побили бы его камнями, как Бога противника. А если бы сказал, «Творю это властью Божией», в таком случае они могли бы отвлечь от Него народ, так как Он признал себя за Бога. «Но Господь предлагает им вопрос об Иоанне, не без причины и ни с какой-либо хитростью. Но так как Иоанн свидетельствовал о нем, то Он и спрашивает злодейственных иудеев об Иоанне, дабы они, если признают Иоанна за посланника Божия, принуждены были принять свидетельство Иоанна и о Христе». Марха, 12 глава, с 1 по 9 стих. «И начало говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник. Я обнес ограду и выкопал точило, и построил башню. Я, отдав его виноградарям, отлучился. И послал свое время к виноградарям слугу, принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу. И тому камнями разбили голову и отпустили его в бесчестие. Я опять иного послал. И того убили, и многих других, то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря, «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу, «Это наследник. Пойдем убьем его, и наследство будет наше». И схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей, и отдаст виноградник другим. Виноград – толкование. Виноград означает «иудейский народ, который насадил Господь». Охрани то, что насадила десница твоя, и отрасли, которые ты укрепил себе. Псалом 79, 16. Веди его и насади его на горе достояния твоего. Исход 15, 17. По дограду, разумеется, закон, не допускавший иудеев смешиваться с другими народами. В башне есть храм, который был великолепен. Тачилом означается жертвенник, на котором проливалась жертвенная кровь. Бог отдал народ свой делателям, то есть учителям и правителям иудейским. Всем свое время. Он послал сперва одного раба, то есть пророков, бывших около времени Ильи, например, Михея, которого бил лжепророк Сидекия, 3-й царств, 22-24. Послал другого, которому камнями пробили голову, и таким образом нанесли полное поругание. Можно относить это ко временам Оси и Исаия. Послал и третья раба, что можно разуметь о пророках времен плена иудейского, например, о Данииле и Иезекииле. Наконец, Бог послал сына своего, который назван человеком ради человеколюбия. Но злые делатели, зная, что это наследник виноградника, вывели его вон из виноградника, то есть из Иерусалима, и умертвили. Христос действительно распят был вне города. Зато господин виноградника, отец убиенного сына, или лучше сам убиенный сын погубит делателей, предав их римлянам, а виноградник свой отдаст другим делателям, то есть апостолам. Хочешь ли знать, как апостолы возделали этот виноградник? Прочитая книгу «Деяния апостольских», и ты увидишь, как три тысячи, деяния 2.41, и пять тысяч душ, вдруг, деяния 4.4, уверовали, и стали приносить Богу плод. Марка, 12 глава, с 10 по 12 стих. Неужели вы не считались его в Писании? Камень, который отверли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа, и издивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и оставив его, отошли. Полкование, блаженна Филакта. Через все это Господь показывает, что иудеи отвержены, а язычники приняты. Камень есть сам Господь, а здесь ждущие суть учителей народа. Таким образом, кого пренебрегли эти учители, тот и стал во главу угла, соотделавшись главою церкви, ибо угол означает церковь, которая совокупляет и соединяет всех, иудеев и язычников. Подобно, как и угол, соединяет две стены, сводя их в себе вместе. Марка 12 глава, с 13 по 17 стих. И посылает к нему некоторых из фарисеев и радиан, чтобы уловить его в слове. Они же, придя, говорят ему, «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице, но истинно пути Божию учишь. Позволите ли давать подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать?» Но он, зная их лицемерие, сказал им, «Что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его». Они принесли. Тогда и говорит им, «Чье это изображение и надпись?» Они сказали ему, «Кесаревы». Иисус сказал им в ответ, «Отдавайте кесареву кесарю, а Божие – Богу». И дивились ему. Толкование. Об иродианах сказали мы в другом месте, что это была какая-то новоявшая секта людей, называвших Ирода Христом по той причине, что в его время кончилось преемство царей иудейских. А другие говорят, что иродианами называются здесь воины Ирода, которых фарисеи взяли с тем, чтобы они были свидетелями того, что скажет Христос, а потом могли взять его и отвезти к суду. Но посмотри на злонравие их, с каким ласкательством они покушаются оборстить Господа. «Знаем, говорят, что ты не смотришь на лица человеков, а потому не убоишься и самого кесаря. Все же это было только лукасством, чтобы во всяком случае уловить его. Ибо если бы он сказал, что должно кесарю платить, подать, они обвинили бы его перед народом в том, что он порабощает народ чуждому игу. А если бы сказал, что не должно, в таком случае они могли бы обвинить его в возмущении народа против кесаря. Но источник премудрости избегать их козней. «Покажите мне, говорит, монету». И, видя на ней изображение кесаря, сказал, что имеет на себе такое изображение, то отдавайте лицу изображаемому, то есть кесарю, а Божие – Богу. То есть обязанность платить дань кесарю нисколько не препятствует вам в деле богопочитания. Ибо можете и кесарю отдавать, что следует, и Богу сдавать должное. Но у каждого из нас есть своего рода кесарь. Это неизбежная потребность телесная. Итак, Господь заповедует «давайте телу свойственную ему пищу и потребную одежду, и Божие – Богу». То есть посильное бдение, молитву и прочее. Но и дьяволу, и этому кесарю брось данное тебе от него, как то гнев, злую похоть, а Богу приноси Божие – смирение, воздержание во всем и прочее. Марка, 12 глава, с 18 под 8 стих. «Потом пришли к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения. И спросили его, говоря, «Учитель, Моисей написал нам, если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему». Было семь братьев. Первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Так же взял ее второй и умер, и он не оставил детей. Так же и третий. Брали ее за себя семеро и не оставили детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресенье, когда воскреснут, которого из них будет она женою? Ибо семеро имели ее женою. Иисус сказал им ответ, «Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писания ни силы Божьей? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда они будут не жениться, не замуж выходить, но будут как ангелы на немесах. А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы книги Моисея? Как Бог при Купине сказал ему, «Я Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова». Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Итак, вы весьма заблуждаетесь. Толкование. Саддукии были между иудеями такие редики, которые говорили, что нет ни воскресения, ни ангела, ни духа. Как люди коварные, они выдумывают такую пояс с тем, чтобы ей не спровернуть истину воскресения. Они дают вопрос о том, чего никогда не бывало, да и быть не может. А что семь мужей брали один после другого одну и ту же жену, это они выдумали для большего посмеяния над воскресеньем. Так как они в основании своего вопроса представляли закон Моисеев, то он обличает их в незнании Писания. Вы говорите не разумеете о каком воскресении говорится в Писании. Вы думаете, что в воскресенье будет таково же состояние людей по плоти и по душе, как ныне. Нет, не так. Вы не понимаете смысла Писания, да и силы Божьей не постигаете. Вы видно обращаете внимание только на трудность дела, и потому недоумеваете, как могут разрушившиеся тела снова соединиться с душами. Но для силы Божьей это ничего не значит. По воскресении же состояние воскресших будет нечувственное, но богоподобное и образ жизни ангельский. Ибо мы уже не будем подлежать тлению, но будем жить вечно. А по этой причине тогда и брак уничтожится. Ныне брак существует по причине смертности, чтобы поддерживать преемство рода мы не исчезли. Но тогда, подобно ангелам, люди будут существовать без посредства брака, никогда не умолятся в числе и пребудут всегда без убыли. Еще в другом отношении садукеи оказываются неведущими писания. Если бы они разумели его, то поняли бы, почему сказано «Я есть Бог Авраама, Исаака и Якова», что указывает на живых. Ибо Господь не сказал «Я был, но есть Бог их, как бы присущих, а не погибших». Но может быть скажет кто-нибудь, что Господь сказал это только о душе правоотцов, а не вместе о теле, и что отсюда нельзя заключить о воскресении тел. На это я скажу, что Авраамом называется не одна душа, но совокупно душа и тело, так как Бог есть Бог и тело, и оно перед Богом живо, а не обратилось в небытие. Далее, так как садукеи не веровали только воскресению тел, то и Господь сказал о телах, что они живы у Бога, а не о душах. Последнее признавали и садукеи. Затем обратим внимание и на то, в воскресении есть восстание падшего в землю, в прах, но пала не душа, ибо она бессмертна, а тело, следовательно, оно и восстанет, снова соединяясь с союзной душою. С единосоюзной. Да, с единосоюзной душой. Марка 12 глава 28 по 34 стих. Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей? Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш есть, Господь единый, и возлюби Господа Бога твоим всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всем разумением твоим, и всей крепостью твоей. Вот первая заповедь. Вторая подобна ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя, иной больше сих заповедей нет. Книжник сказал ему, хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного кроме его, и любить его всем сердцем, и всем умом, и всей душой, и всей крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв. Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему, недалеко ты от Царствия Божия. После того, никто уже не смел спрашивать его. Толкование. Матфей говорит, что княжник подошел ко Христу, искушая, а Марк замечает о нем, что он разумно отвечал. Не противоречат ли евангелисты друг другу? Нет. Сначала, вероятно, он спрашивал, как человек искушающий, а потом вразумился ответом Христовым и отвечал разумно и таким образом был похвален. Впрочем, заметь, что и похвала свидетельствует о нем, как еще о несовершенном, ибо Христос не сказал, ты находишься в самом Царстве Божием, а только недалеко. Для чего же законник так смело предлагает Христу свой вопрос? Он думал показать себя Христу совершенным в законе и для того обращает к нему такую речь, как будто касался только закона. Но Господь, желая показать, что без любви при ненависти ближним нет исполнения закона, отвечает на вопрос законника, что первая и большая заповедь есть любить Бога, а вторая подобная любить ближнего. Почему же подобно? Потому что они обе тесно связаны между собою. Ибо любящий Бога любит и создание его, а ближайший к Богу и создание есть человек. Следовательно, любящий Бога возлюбит и всех человеков. И наоборот, кто любит ближнего, тот тем более любит Бога, ибо если он любит людей, которые часто бывают виной соблазнов и ненависти, тем более любит Бога, всегда благодеющего. услышь и Господне слово, любящий меня заповеди мои соблюдет. Иоанна 14, 21. Видишь, что от любви к Богу зависит исполнение заповеди его, а все заповеди его сходятся к одному предмету взаимной любви. И в другом месте Господь говорит, потому знают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Иоанна 13, 35. Марка 12, 35-40 стих. Продолжая учить в храме, Иисус говорил, как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов, ибо сам Давид сказал Духом Святым, сказал Господь Господу моему, сиди одесну и меня, доколе положу врагов твоих под ножи ног твоих. Итак, сам Давид называет его Господом. Как же он сын ему? И множество народов слушало его с усложжением. И говорил им в учении своем, остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах, и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в стенагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии, поедающие домы вдов и на показ долгов молящихся, примут чакчайшее осуждение. Толкование. Они-то книжники и фарисеи и были те враги, которых Бог Отец положил в подножие ног Христовых. Но вы не можете сказать, что Давид изрек не по внушению Духа Святого. Нет, он Духом называл его Христа Господом, то есть будучи движим благодатью Святого Духа. Как же думать, что Христос есть только Сын Давида, а вместе и Господь его, и Бог? Он стал говорить народу, остерегайтесь книжников, которые носят великолепные одежды, и из-за них требуют себе почестей, которые любят принимать приветствия и похвалы на торжищах и все другие знаки славы, которые поедают домой вдовиц, вкрадываясь беззащитным женам под видом заступников их, которые лицемерную продолжительную молитву наружен благочестием и лицемерием обольщая неопытных поедают домой бедных. Зато они подвернутся еще тягчайшему осуждению. Неужели прочие согрешающие иудеи, ибо меньше заслуживают помилования, а сильные сильно будут истезаны премудрость 6.6. Говоря таким образом народу, Господь получает вместе апостолов, чтобы они не поступали по примеру книжников, но подражали ему самому. Так как он поставляет их учителями церкви, то по справедливости излагает им и правила жизни. Марка 12 глава 41 по 44 стих. И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кондрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу, ибо все толкования у идеев сохранялся особенный обычай. Тот, что имеющий и желающий делать вклады в церковную сокровищницу, из которой получали содержание священники, бедной и вдовицы. Между тем, как многие делали это, подошла и вдовица, и показала свое усердие лучше богатых. Слава тебе, Христе, что ты и малое приемешь лучше великого. О, если бы и душа, моя душа соделалась вдовицею, отвергшись сатаны, с которым сочеталась неподобными делами, и решилась бы повергнуть в церковную сокровищницу две лепты плоть и ум, утончив их плоть воздержанием, а ум смирением, дабы я услышал, что всю жизнь мою посвятил Богу, и не имея в себе нисколько ни помыслов мирских, ни побуждений плотских. Марка 13 глава с 1 по 4 стих. И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его, учитель, посмотри, какие камни и какие здания. Иисус сказал ему в ответ, видишь все великие здания, все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне. И когда он сидел на горе Иллионской против храма, спрашивали его наедине Петр и Иаков и Иоанн и Андрей, скажи нам, когда это будет и какой признак, когда все себе должно совершиться? Толкование. Он привлекает, что тем не менее из всего этого не останется даже камня на камне. Против этого некоторые говорят, что много уцелело остатков от древнего города Иерусалима и таким образом пытаются представить Христа лживым. Но это напрасно, ибо если сохранились некоторые остатки, что, впрочем, несправедливо, то до всеобщей кончины не останется камня на камне. Впрочем, история свидетельствует, что Ели Андриан раскопал самое основание города и храма, так что через него исполнилось пророчество и о том, что не останется камня на камне. Марка 13 глава с 5 по 10 стих Отвечая им, Иисус начал говорить, Берегитесь, чтобы кто не прелестил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прелестят. Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо належит всему быть, но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут землетрясения по местам, будут глады и смятения, это начало болезней. Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать судилища, и бить в синагогах, и пред правителями, и царями поставят вас за меня, для свидетельства перед ними. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Толкование блажанных Филактов. Были Иуда, Галильянин, и Февда, кои выдавали себя за помазанников Божиих. Услышите, говорит о войнах, это те войны, о которых Иосиф Флавий повествует, и которые были пред разрушением Иерусалима. Иудеи в то время возмутились и перестали платить дань римлянам, а разгневанные римляне пошли на них войною и делали постоянные нападения. Но это еще не конец Иерусалима, ибо римляне еще оказывали человеколюбие. Не одни воины были, но и другие богом посланные казни, голод и землетрясения, которые ясно показывали иудеям, что сам бог ведет с ними брань. Все же это было только начало болезней, то есть предстоявших им бедствий. Благовременно вводят речь о них, что их будут предавать судилище. Это для того, чтобы об общих бедствиях они получали некоторое утешение в своих собственных бедах, во свидетельство им, то есть чтобы быть им безответными и видеть свое осуждение уже в том самом, что истезуя вас, они не могут преодолеть истины. А чтобы ученики не подумали, будто беды и скоби воспрепятствуют проповеди Евангелия, Господь говорит, что во всех народах подобает прежде проповедану быть Евангелием, а потом уже предан будет запустению Иерусалима, Римлянам 10-18. И это обстоятельство послужило большим осуждением иудеев, то есть, что проповедь распространилась всюду еще прежде разрушения Иерусалима. Ибо, видя, что проповедь сия в краткое время распространилась по всему миру, они должны были признать в этом силу Божию, покаяться и таким образом избавиться от бедствий. Но они не вразумились, потому и осуждению тем большему подвергнутся. Комментарий Игнатия Лапкина Самое большое сопротивление проповеди сегодня оказывает пастырь церкви и в первую очередь в лице архиереев. Идет патриаршее служение. Около двух десятков архиереев прислуживают патриарху. Молча появляется из алтаря. Молча стоят посреди храма в отдельном загоне в тяжелых ризах и молча снова удаляется, как будто бы идет театр Мимов. Люди спрашивают что они у вас разговаривать не умеют? Что? Они у вас разговаривать не умеют? Что? Запятая. На сто миллионную аудиторию по телевидению показывают как патриарху посреди храма застегивают пуговички засупонивают как боевого коня на сражение и люди снова спрашивают он что сам одеваться не умеет? разве какая-то душа случайно зашедшего в храм грешника может от этого обратиться и принять Христа своим спасителем разве не понятно что все это не имеет совершенно никакого отношения к вере Христовой к тому что Дух Святой отобразил на страницах Библии о чем говорят святые толкователи как блаженный фофилакт они день и ночь криком кричали дайте людям проповедь проповедь еще раз проповедь и притом не просто пересказ чтения чужих проповедей но живое грозное обличительное слово живого Бога все Игнатий Ильич надо досчитать этот стих 1 Карифе на 14 глава 20-21 стих 24-25 стих братья не будьте дети умом на злое будьте младенцы а по уму будьте совершеннолетние в законе написано иными языками и иными устами буду говорить народу сему но и тогда не послушают меня говорит Господь но когда все пророчествуют и войдет кто не верующий или не знающий то он всеми обличается всеми судится и таким образом тайны сердца его обнаруживаются и он падет ниц поклонится Богу и скажет истина с вами Бог все благословен Господь я вижу но так как здесь 8 3 должно быть там добавлено